Зенит-арена 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 Зачем им это? Показуха, я же еще раз говорю. Сейчас все, весь стадион, вся эта стройка, это одна большая показуха. Там никто толком никогда не работал. Там просто денег не платили, сейчас стали платить, и все, и народ пошел, естественно. А смена сколько, 10 часов? Ну реально больше 10, и там работать точно не будет. Вот так вообще 12. С 8 до 8. Там развозка. Ну это, спецодежду первые пару дней свою возьмете, потом вам выдадут. Ну в таком каком-нибудь можно же? Без разницы, почему нет. Вот, так что все там нормально. Кормят там, вот, супчик днем, днем там, и вот еще второе. Вот, вот. Да нет, как летний лагерь. Ну вот инструктаж от прораба уже проходил на территории зенит-арены. Этого большого, действительно красивого, впечатляющего будущего пока спорткомплекса. Инструктаж свелся, по сути, к двум пунктам. Первое, это пожарная безопасность. Ну, все просто. Держаться от огня подальше, кричать пожар, не пытаться потушить своими силами. И второе, это чтобы меня не поймали на высоте, на лесах, на верхних точках будущего стадиона. Но, подчеркиваю, нельзя туда залезать, а не поймали. То есть, залезать, и я об этом спросил у прораба, можно. Но, чтобы никто не видел, поскольку штрафуют, и штрафуют бригадира, и могут оштрафовать все руководство. Ну, а разговарившись с прорабом, он поделился, как все было. Еще не так давно работали, не больше часа, остальное время, что называется, пенали. Балду спали, делали все, что угодно, стройка не велась. Абсолютно, вот, правда, и денег не платили. У людей за 100 тысяч долго сейчас, так сказал мне прораб. Можно даже не делать, главное, просто у него будут приведут. Потому что их не интересует, что ты сделал, а не интересует, что ты просто был там. Висит, да, всякие. Вот, висит. Комиссия, это вообще отдельно. Они ходят целой толпой, там, видите, губернатор, заместитель, строительный комитет, и, соответственно, ну, когда их видишь, нужно реально скалывать, что-то, я не знаю, что-то делать. Семье, вроде, сдать обещают. Рут. Ну, кстати, да, ну, грязь, ну, по-моему. Ну, хотят, понимаете, 3 тысячи человек. А тут же полный. Ничего не делают. Вот это делают только, это вот впервые сегодня решили, вот, что-то поделать. А вот буквально два месяца назад тут просто был, б***ь, никто ничего не делал. Сейчас на «Зенит-арене» людей не так много, если избавляется от субподрядчиков метростроек, ну, по разным причинам это может быть, либо считает их недобросовестными, либо просто избавляется от тех, с кем работал, транструй, новая метла, по-новому метет. В итоге все равно результат там, на мой взгляд, один. Строить сейчас «Зенит-арену» некому. Субтитры создавал DimaTorzok